Что такое первичные иммунодефициты у детей? Причины их возникновения – диагностика и современные методы лечения. Такие вопросы обсуждали сегодня во Владивостоке в детской краевой больнице номер один. В столицу Приморья из Москвы приехала целая команда специалистов высочайшего уровня – врачей Центра детской гематологии, онкогематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва и Института иммунологии ФМБА России. Мы приехали сюда с большой группой иммунологов, взрослых и детских, для того, чтобы познакомить врачей с начавшимся сейчас в стране неонатальным скринингом и его первыми результатами. Уже в результате этого скрининга обнаружено достаточно большое количество пациентов. 14 тысяч человек из 600 тысяч протестированных попали в группу риска и они требуют специального исследования. Мы должны разработать правила лечения и ведения этих пациентов. Большая научно-практическая конференция собрала на площадке Краевой детской больницы номер один врачей со всего края – педиатров, иммунологов, неонатологов, генетиков, детских онкологов, гематологов и врачей взрослых медицинских специальностей. Одна из задач нашей ассоциации – это образовательные мероприятия, посвященные ранней диагностике и лечению пациентов с рожденными дефектами иммунитета. Это, с одной стороны, очень редкие заболевания, потому что мало кто про них знает. С другой стороны, мы начинаем понимать, что это очень частые заболевания и дефекты иммунитета, в том числе генетически обусловленные, могут быть в основе абсолютно любых заболеваний – поражений почек, поражений суставов, тяжелых инфекций и так далее. Таким образом, мы считаем, что пациенты с этими диагнозами, в общем-то не зная о своих диагнозах, могут находиться в любом стационаре, в любом отделении. Очень важно, чтобы врачи, ведущие этих пациентов, имели насторожность. Пообщавшись с коллегами, московские специалисты побывали в отделении реанимации и хирургии Краевой детской больницы. Здесь они осмотрели тяжело больных детей и дали свои рекомендации по дообследованию и лечению маленьких пациентов.